Каждый день этого конфликта ведет к обнулению авторитета России, потому что Россия пока не добилась прекращения огня. Второе обстоятельство. Безусловно, виновником этого конфликта, начало этого конфликта, по крайней мере, является Азербайджан. И он, конечно, не должен быть выгодоприобретателем за то, что он нарушил режим прекращения огня. Переговоры должны пройти, но при этом вещи должны быть... Я вот здесь уверен, что вещь... Потому что у нас, знаете, повторяют, например, фейки вроде контрнаступления Азербайджана. Все время об этом рассказывается. Но не надо быть классиком русской литературы и не надо быть профессиональным военным, чтобы знать, что контрнаступление бывает только в ответ на наступление. Никакого наступления не было. А была спланированная, подготовленная акция, обговоренная, подтвержденная с Турцией, которой Турция играла роль заводилы. И, собственно говоря, это поставило всех в эту ситуацию. Я могу понять, что, конечно, затянулся вопрос урегулирования. Но опять тогда возвращаемся к вопросу. Худой мир лучше доброй ссоры, или добрая ссора лучше худого мира? Меня, как россиянина, очень сильно пугает первое. Наличие Турции в этом регионе. И второе, самое страшное, это наличие нусры у наших границ. Потому что если кто-то использует террорист... И не только у нас заявили во всем мире, что в данном случае расползаются боевики. И еще я бы сказал одну вещь. Все-таки Армения наш союзник по УДКБ. Не Карабах, Армения. На сегодняшний день Армения находится, Республика Армения, в блокаде. И это проблема не только Армении, но и 5000 солдат, которые стоят на базе в Гюмри. Которые не могут получить то, что они обязаны получать по своему.